Виной всему алкоголь. В Наринмаре расследуют резонансное уголовное дело по факту убийства четырех человек. Опасные траншеи в безопасном городе. Проблема старая как мир. Подрядчик раскопал по микрорайону и исчез. Около 100 рейдов и более 15 преступлений в сфере незаконного вылова водных биологических ресурсов. В округе подвели итоги Путины. Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. В Наринмаре расследуют резонансное уголовное дело по факту убийства четырех человек. По предварительной версии 27 октября причиной страшной трагедии стало крепкое горячительное. После употребления алкоголя в компании произошел конфликт, в ходе которого один из гостей убил всех находящихся в квартире. Среди погибших мать с 26-летним сыном. С подробностями зверского убийства моя коллега Алина Волчийская. Этот случай уже называют вопиющим. В Наринмаре такого не было на протяжении нескольких десятков лет. По предварительным данным, двое мужчин и двое женщин скончались от множества колото-резанных ранений, нанесенных в различные части тела. Зверское убийство четырех человек произошло в доме номер 10 по улице Авиаторов, в квартире номер 13. Эту квартиру соседи уже прозвали проклятые. Постоянные скандалы, пьянство, дебош, неоднократные вызовы сотрудников полиции. 27 октября все происходило по привычному сценарию. Собралась компания, выпивали. Только вот закончился вечер вторника кровавой расправой. По словам соседки, около восьми вечера она слышала шум из квартиры. Ругалась женщина. Как развивались события дальше, девушка не знает. С девяти до двенадцати ее не было дома. Когда позвонили оперативники, вернулась. Тут же попросили опознать тела. Картина, по словам девушки, сродни фильму ужасов. Там было все в крови. Извиняюсь за подробности, может быть, но просто были ручьи крови. На стены я не смотрела, но на живых очень много. Соседи забеспокоились, когда из 13-й квартиры начал доноситься запах гари. Жители дома тут же вызвали пожарных. Те, ликвидировав задымление и обнаружив труп мужчины вызвали полицейских. Стражи порядка обнаружили тела еще трех человек. Мужчины и двух женщин. По данному факту, ремарским и жирным следственным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, присмотренным пунктом А части 2 статьи 105 убийства двух и более лиц. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по изобличению лица в совершенном преступлении. В совершении зверской расправы подозревается один из знакомых убитых. По последним данным, он уже задержан и дает показания. Если его вина будет доказана, говорят оперативники, то в виде наказания ему грозит пожизненное лишение свободы. Безопасный город начал претендовать на звание не самого безопасного. В управление МВД по Ненецкому округу начали поступать устные жалобы жителей Наринмара. Вблизи жилых домов в Качгольте и Харивирске подрядчики по установке комплекса видеонаблюдения раскопали опасные траншеи. Эти ямы, уверены жители микрорайонов, могут стать причиной страшной трагедии. Глубокие и длинные канавы подрядчик раскопал, чтобы проложить кабель. Раскопал и оставил. Ямы засыпал сначала первый, а затем и второй снег, сделав территорию вблизи жилых домов опасной. С этой проблемой жильцы домов по улице 60 лет октября начали обращаться напрямую в полицию. Мол, комплекс видеонаблюдения ваш, так и спрос за беспорядок тоже с вас. Окружная полиция, хоть и является только инициатором проекта, но не заказчиком и куратором, ответственность с себя не сняла и вплотную занялась этим вопросом. Мы планировали, что безопасный город будет безопасным для граждан. А на сегодняшний день ситуация какая? Посмотрите, вот эти канавы вырыл подряд на организацию. Страшно ходить. Люди с колясками ходят, упадут или не упадут. Сейчас активно мы этим вопросом займемся. И к подрядной организации претензии будем предъявлять. И, естественно, к заказчику. Я сегодня уже губернатора попросил, чтобы он нам помог в этом вопросе. Кроме того, отметил Олег Ильиних, при проведении подобных работ подрядная организация должна обеспечить безопасность граждан, поставить ограждения или предупреждающие знаки. Подрядчик работы ЗАО «Ланит» заверил. Про ямы они не забыли. Все неудобства будут устранены. Работы продолжаются. Сейчас траншеи закапывают со стороны Хариверки, двигаются от Москвы, со стороны Сахалина. Я должен к концу следующей недели все закопать. Напомню, комплекс видеонаблюдения «Безопасный город» был запущен в тестовом порядке еще в прошлом году. Тогда в городе установили 20 видеокамер. С завершением работы их число достигнет 60. Государственным заказчиком выступил комитет по информатизации Нинецкого округа. Установка программного комплекса необходима для повышения эффективности контроля за ситуацией в общественных местах города и поселка искателей. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 15 преступлений в сфере экологии, предусмотренных статьями Уголовного кодекса и 127 административных правонарушений в сфере незаконного вылова водных биологических ресурсов. Таковы итоги путины 2015 года в Нинецком округе. Их подвели в Центре природопользования и охраны окружающей среды. Всего за летний-осенний период было проведено около 100 риидов. А самый крупный незаконный улов составил 400 килограммов рыбы ценных пород. Незаконный промысел браконьеры вели на реке Морию. Это рядом с Юшарским сельсоветом. Сначала жители республики Коми утверждали, мы, мол, рыбаки-любители, и просто решили поймать немного для себя. Истинный размах рыбалки стал ясен во время обыска. За неделю злоумышленники выловили 400 килограммов рыбы ценных пород. При этом разрешительных документов у браконьеров не оказалось. Здесь всё, он признаётся, это его рыба. Ещё одна золотая жила для рыбаков – река Воланга. Здесь в ходе одного из рейдов было обнаружено место дислокации браконьеров – палатку со всем необходимым для проживания едой сетями. Неподалёку нашли тайник с недавно пойманной рыбой – 17 штук сёмги и 19 горбуши. Чёрным рыболовам удалось улизнуть. Благо, такие случаи в Путину 2015 года были единичными. В основном браконьеров удавалось задержать. В ходе проведённых мероприятий выявлено 15 преступлений в сфере экологии, предусмотренных статьёй 256-258 УК РФ «Незаконная добыча» и «Незаконная охота». К административной ответственности за завершение правонарушения, предусмотренных статьями 8.37.11.11.8 КОАП РФ, приличено 127 граждан. Изъято 27 тысяч 40 метров орудий добыча в водных биологических ресурсов. Выпущено в естественную среду обитания 163 экземпляра различных пород водно-биологических ресурсов. Если чёрных рыболовов можно наказать в рамках закона, то вот для коренных малочисленных народов, которые, пользуясь своим статусом, ведут теневой бизнес, наказание пока не придумали. Схема проста. В лодке сидит заявитель, то есть фактически получатель этого разрешения и так называемые пользователи. Причём объёмы, заявляемые КМНСниками, весьма внушительные. Цифры порой превышают объём квот, которые заявляют даже промышленники. Что в итоге мы получаем? Что если у нас, причём люди все пишут о том, что они будут ловить в заявлениях от территории на юге округа и до дельты реки Печёры, указывают длину сетей, иногда она может составлять несколько сот метров, причём плавные сети, заявляются, что будут ловить щуку. Но, естественно, мы понимаем, что они в период нереста лова, скажем так, дохода сёмги, какую рыбу они ловят. А прикрываются все они тем, что они относятся к числу лиц КМНС и ловят рыбу для собственного пропитания. Эту проблему поможет решить создание реестра лиц коренных малочисленных народов Севера. Такая инициатива вошла в итоговый доклад президенту России, который был создан по итогам заседания Госсовета под председательством Владимира Путина. Предполагается, что подобный реестр поможет существенно сократить факты злоупотребления первоочередного права использования статуса коренных малочисленных народов Севера в части рыболовства. Алина Волчейская, Вадим Стасюк и Роман Делимарский, Телеканал Север. В посёлке Амдерма сегодня положили начало беспрецедентному в округе строительству ветродизельной электростанции. О реконструкции зданий, освещении и замене покрытия взлётно-посадочной полосы Министерство обороны России провело рабочую встречу по вопросам реконструкции аэродрома на Ринмар. Единственное в арктических широтах. В Амдерме практически всё готово к запуску первой в регионе ветродизельной электростанции. Сделать наш регион максимально устойчивым к любым кризисам. Глава региона Игорь Кошин обозначил основные цели, которые ставит перед собой руководство округа. По словам губернатора, цель в числе основных приоритетов – социальная политика. Внедрение принципа адресности и нуждаемости для НАО – это в первую очередь поддержка старшего поколения, реально отдавшего свои силы и знания на развитие региона. Кроме того, в числе приоритетов – здравоохранение и образование. Здесь добиваться нужно не повышения количественных показателей, а повышения качества предоставляемых услуг. Сегодня, отметил Игорь Кошин, вкладывая третью часть всего бюджета региона в образование, мы не можем добиться попадания хотя бы одной школы в ТОП-500. Очевидно, что деньги решают далеко не всё. Это касается и качества услуг, предоставляемых в наших лечебных учреждениях. Среди сфер, которые находятся сегодня на особом контроле властей и строительства, по словам губернатора, темпы дорожного строительства, заявленные в текущем году, будут сохранены в ближайшие годы. Жилищное и социальное строительство, вопросы дальнейшего развития отрасли, будут решаться, исходя в первую очередь из решения существующих инфраструктурных проблем. Глава НАО подчеркнул также необходимость применения новых подходов к развитию производств. «Мы должны сподвигнуть наше население к тому, чтобы было интересно, а самое главное – выгодно заниматься сельским хозяйством. Вообще, самое важное, что мы должны сделать в нашем округе – это создать людям возможность для работы, для качественной жизни, для дальнейшего развития», подчеркнул Игорь Кошин. В отношении основы доходной части бюджета региона, нефтяной отрасли, Игорь Кошин отметил необходимость продолжения работы по созданию для недропользователей режима наибольшего благоприятствования. Особо глава НАО остановился на вопросах поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Министерство обороны России провело рабочую встречу по вопросам реконструкции аэродрома Наринмара. В ходе совещания обсудили вопросы освещения аэродрома, реконструкции здания, замены покрытия взлетно-посадочной полосы. В дискуссии принял участие и член Совета Федерации от собрания депутатов Ненецкого округа Евгений Алексеев. По словам Евгения Алексеева, достигнута договоренность о том, что в течение трех недель проектировщики сделают прикидочные варианты по стоимости реконструкции взлетки, в том числе и из монолитного бетона. Проектно-изыскательские работы по предстоящей реконструкции аэродрома Наринмара выполняет Управление заказчика капитального строительства Минобороны России по госконтракту с военным ведомством. Напомню, объекты аэропортового комплекса принадлежат трем разным ведомствам. Взлетно-посадочная полоса Министерства обороны России, остальные части аэродрома Росавиации, здание аэропорта округу. Энергия ветра. В Амдерме практически все готово к запуску первой в регионе ветродизельной электростанции. Проект уникальный не только для округа, но и для страны. Комплекс, который сейчас возводят в поселке, единственный в своем роде. Установки изготовили в Китае по чертежам российских специалистов, специально для арктических широт. Ветрогенераторы смогут работать даже при самом сильном шторме. Предполагается, если проект признают успешным, а в этом сегодня никто не сомневается, региону удастся значительно сэкономить на покупке дизельного топлива. Репортаж Олега Хатанзийского. Эти установки проделали огромнейший путь. Их сделали в Китае, а сюда, до Амдермы, доставляли через Европу, по воде и суше. Вообще для Ненецкого округа, да и для России в целом. Проект уникальнейший. Эти ветрогенераторы первые на Крайнем Севере. Сегодня по плану поднять первую из четырех башен. Сейчас ее подключают к электричеству. Процесс долгий и сложный. Внутри десятки, а то и сотни метров проводов. Дальше установка лопастей. И так с каждой мачты. Когда все будет готово, ветрогенераторы построят в линию. Они будут работать в одной системе с уже существующей дизельной электростанцией. В пробном варианте можно запустить, когда будет готова дизельная электростанция. Вы знаете, сейчас там идет модернизация. Собирать счетовое оборудование, ставить дизеля, ставить новую автоматику. Я думаю, что эти две установки уже будут готовы к запуску, но будут ждать дизельную электростанцию. Как раз, когда они ее наладят, эти две установки должны быть тоже смонтированы. И вот фактически будем запускать все вместе. Все работы займут примерно месяц. Впрочем, сроки напрямую зависят от погоды. При сильном ветре сборка комплекса автоматически прекращается. А так требует инструкция. А вот сами мачты выдержат даже шторм. Минус 40 для них тоже не проблема. Эти установки специально разработали для работы в условиях вечной мерзлоты. Высота этой башни 25 метров. Поднимать ее будут отнюдь не вручную. Задействуют специальные гидронасосы. Рабочему необходимо будет нажать всего лишь одну небольшую кнопку. Если проект признают успешным, а в этом сегодня никто не сомневается, ветрогенераторы для нужд поселка будут вырабатывать в среднем около 50% электроэнергии от общего потребления. Почти вдвое сократятся расходы на покупку топлива. А это, пожалуй, главная цель международного проекта. Мы знаем, что здесь какая у нас сложная логистика, вот это вот завоз топлива. Соответственно, предпринимаются разные попытки возобновить те старые забытые источники энергии, которые можно использовать в нужное русло. Проект интересный, который в свое время был забыт, соответственно, разрабатывался на территории именно этого округа. Это остров Вайгач, где была установлена ветряная вышка. Даже в музее есть в городе Наринмаре есть фотография. Поселок Андрома только начало больших планов. Перспектива установка ветропарков как минимум еще в трех населенных пунктах региона. Но это дело времени, уверяют специалисты. Главное, чтобы здесь все прошло успешно. Олег Котанзейский, Дмитрий Лукевич, Андрей Котов. Телеканал «Север» поселок Андрома. 1 ноября в Наринмаре, как и по всей стране, впервые пройдет Всероссийский географический диктант. Всероссийский диктант. Принять участие в нем может любой желающий. Акция пройдет в Краевическом музее. Восполнить недостаток кадров. Именно на это направлена госпрограмма нашего региона «Оказание содействия добровольному переселению в НАУСа отечественников, проживающих за рубежом». Она рассчитана на людей, которые когда-то проживали в Советском Союзе, а теперь являются гражданами других государств. Согласно документу, участники получают подъемные. Но самое главное, они могут оформить российское гражданство по упрощенной системе. В этом году по этой схеме смогли получить гражданство 57 участников программы и 34 членов их семей. По данным Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, большая часть переехавших – граждане Украины. Также на новом месте смогли обосноваться бывшие жители республик Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Беларусь. 78% переселенцев имеют высшее и среднее специальное образование. Основная цель этой программы – привлечь высококвалифицированных узких специалистов, потребность которых есть в округе. Я думаю, не для кого секрет, что у нас в округе есть ряд вакансий, которые могут подтверждаться из месяца в месяц, из года в год, и которые не замещают. У нас есть много вакансий врачей, у нас есть много других узких вакансий по узким специальностям. По информации окружного центра занятости населения, приезжие охотно устраиваются на должности, связанные с тяжелыми условиями труда или низкой заработной платы. В будущем из соседних государств, ранее входивших в состав СССР, смогут переехать в наш регион еще около 300 соотечественников. Правительство одобрило проект новой госпрограммы на 2016-2021 годы. 1 ноября в Наринмаре, как и по всей стране, впервые пройдет Всероссийский географический диктант. Инициатором события выступил президент Владимир Путин, одновременно являющийся председателем попечительского совета Русского географического общества. В проверке собственных знаний по географии может принять участие любой желающий. Для того, чтобы принять участие во Всероссийской акции, нужно зарегистрироваться на сайте Русского географического общества или в Нинецком краеведческом музее, где и пройдет мероприятие. Кроме того, испытание будет доступно и в онлайн-режиме на сайте РГО и начнется в 14 часов по московскому времени. Диктант на тему «Моя страна Россия» будет состоять из 25 тестов. Речь пойдет о географических понятиях и карте страны. Отдельный блок посвящен влиянию географии на художественные образы. Напомню, жители Нинецкого округа смогут написать диктант в краеведческом музее 1 ноября в 12 часов. Работу участников проверят преподаватели географы. Результаты диктанта каждый участник сможет узнать на сайте РГО через индивидуальный пароль. По словам организаторов, диктант позволит оценить уровень географических знаний и привлечет внимание к проблеме географической грамотности. Такова была информационная картина дня. Посмотреть новости вы также можете на нашем сайте. Его адрес www.trk.sever.ru А теперь прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин